друзья всем привет в этом видео тема про аккумулятор к этому шуруповерту всем известна эта модель эти шуруповерты идут вот с таким бочоночным аккумулятором 12 вольтовым правда у меня здесь 10 и 8 еще указано это еще давние но до сих пор живут и совершилась мечта приобрел усиленный аккумулятор для этого шуруповерта такой форм-фактор у него 12 вольтовый 6 ампер часов родной фирменный сборка малайзия но это ничего страшного там официальный завод малайзии и вообще малайзийская сборка это для этой фирмы нормальная такая тема кто в курсе тот знает и если вы в теме по таким делам и кому интересно обязательно подпишитесь на канал комментируйте обязательно ставьте лайки сейчас покажу вам с этим аккумулятором со стандартным процесс завинчивания одного саморезика вот так вот это выглядит и сейчас быстренько покажу с усиленным аккумулятором ну все знают тут отжимаются клавиши кто не знает присмотритесь вот здесь такие для клавиши на таких аккумуляторах у этого производителя здесь они нажимаются вытаскиваться и вот этот усиленный стандартно также вставляется вот происходит вот такой форм-фактор опять же у шуруповерта ну сейчас покажу как он завинчивает гораздо шустрее мощнее вы заметили ну и сейчас вам расскажу подробности где приобрести и опять же таки это не реклама как приобретал прикол случился с приобретением этого аккумулятора ну и общее впечатление покажу также на других инструментах у меня целый комплект данного так скажем оборудования подходит на все виды инструментов из этой линейки давайте посмотрим приезжает вам этот аккумулятор в такой коробке фирменная коробка это родное производство правда сборка малайзия опять же повторяюсь и опять же повторяюсь это не реклама это просто рекомендация для тех кто в теме инструменталки кто задается вопросом стоит ли приобретать вот такой аккумулятор дополнительно вот этой линейки 12 вольтовой которая всем известно вы все видели у меня на канале у многих других видели вот такие л-боксы да тут много инструментов мне нужен этот инструмент по моей деятельности по прямой и вот тут находится реноватор я показывал кому интересно загляните на канал посмотрите сабельная пила аккумуляторная вот этот шуруповерт гайковерт здесь но всю комплектацию это сейчас обзор не про это если вам интересно посмотрите на канале я там подробно рассказываю про этот комплект вот с такими аккумуляторами у меня еще написано 10 и 8 вольт это 12 вольтовый но на раньше bosch писал в 10 8 сейчас 12 пишет вот как здесь 12 здесь 6 ампер часов здесь у меня разные на 2 ампер часа на 3 ампер часа на 4 у меня их много таких бочоночных и вот понадобился такой усиленный аккумулятор он достаточно недешев сейчас уже раньше их было как грязи по 4000 но там и 4 ампер часа было насколько мне известно сейчас тоже где-то можно найти в интернете если покопаться вот такой 12 вольтовый на 4 ампер часа 4800 стоит этот я купил 7000 и приобрел его с приключениями так скажем значит он повторюсь приходит вот такой коробки фирменная до запечатано это родной bosch просто сборка опять же говорю не германия но ничего страшного автомобиле ford собирались которые в россии они русскими не стали или где-нибудь там в испании да они испанцами не становятся они ford и ford также и все остальные вот контроль качества у этих корпорат корпораций везде одинаковый везде их не топ-менеджеры сидят все это контролирует общий корпоративный у них климат соблюдается так скажем аккумулятором вот сейчас покажу вам подходит на все инструменты ну на шуруповерт вы видели вот сейчас на фонарь покажу вот так вот вставляется такой вот получается форм-фактор опять же таки у фонаря сейчас день сейчас он светит ярко его можно ставить теперь вот так больше конечно не для фонаря покажу далее вот он больше подходит для шуруповерта гайковерта вот я показывал да и для сабельной пилы мощная такая тема сабельная пила становится гораздо шустрее и мощнее вот так она выглядит аккумулятор тяжелее конечно чем стандартные вот и сам инструмент сразу такой приобретает в своем весе такой массивный становится маленькие аккумуляторы мне нужны для столярно-мебельных дел а вот такой вот аккумулятор очень нужен необходим в плотницких делах таких между строительных таких отделочных и иногда по электрике спасает эта тема значит смотрите он также вставляется стандартного я объяснял и вот вы замечали единственное отличие от бочоночных аккумуляторов у этого аккумулятора сейчас я вам покажу продемонстрирую вот смотрите у этого аккумулятора выпуклые вот эти вот штучки на вот этих клипсах которые почему-то у других ломаются у меня уже вот этот или 9 лет вот этот набор у меня ничего не поломалась все целенько хотя экстремальные условия инструмент видео и видят частенько просто наверное надо как-то с умом подходить что ли к работе но опять же в этого аккумулятора вот смотрите в пуклые клипсы у некоторых ну опять же кто-то говорил ломаются они так вот нажимается и вытаскивается он защелкивается это вот так выглядит на сабельной пиле вот так выглядит на реноваторе стандартно все вставляется то есть реноватор теперь вот так стоять может для реноватора вот это полезная тоже тема потому что у реноватора большой расход аккумулятора но и реноватором особо много больших объемов то работает и не проводится так подрезать задние стенки в мебели очень выручает где-то трубу пластиковую подряд плинтуса подровнять вдоль стенки полезная вещь мы рассказывал посмотрите на канале вот собственно речь-то идет об этом об аккумуляторе с усиленным аккумулятором он вот так вот включается вот это на малой скорости он тихо работает и на большой на большой он очень сильно жижить я часто об этом напоминаю даже при своем сжижании он работу выполняет свою просто на ура опять же такими рекламы просто многие мастера игнорируют вот этот инструмент и зря зря или из-за безденежья они не могут себе позволить и ущемляют себя в разных полезных операциях в работе до быстро все сделать либо просто какие-то люди которые не сведущие да и не хотят развиваться отказываться от этого всего ладно это проехал это отдельная тема опять же таки сунуть сюда немножко глобальной политики что нас кормит и что у нас выручает в этой жизни выручает буржуазный инструмент который все хвалят куда на форум не загляни все любят мелуоки все любят bosch обожают вот эти инструменты махиты всякие там там я не знаю обожают загранили личные плюшки но при этом все борются непонятно с чем с каким-то мифическим вражеским западом там зловещим сатанинский вот пожалуйста сатали вот это сатанинские штуки то есть это надо короче отказаться не развиваться и просто уйти в лес и вот когда покупал этот аккумулятор значит он стоит 7000 сейчас да я говорил 4800 раньше был 4000 навалов как грязи сейчас связи с вот этими политическими ситуациями в мире в стране в нашей там и не нашей вот везде и всюду вот этот трэш творится россия остается теперь потихонечку без этого я убедился что это санкционка все это уже санкцион очка как хотите так и думайте теперь что произошло значит смотрю в интернете такая реклама проскакивает в наличии появились вот эти аккумулятора я за ним охотился еще с того момента когда он там 5 500 уже начал стоить думаю надо брать надо брать в итоге смотрю недавно за 7000 предложения в рекламе в яндекс браузере там увидел быстренько нажимаю перед перелетаю короче в магазин интернетовский и как вы думаете он называется знаменитый он мне очень нравится я там ничего никогда не покупал и вот впервые там сделал заказ магазин называется кувалда точка ру в этом магазине значит оформил быстренько заказ такой 7800 там цена меня в полностью устраиваю думаю надо брать быстренько перевожу деньги принят заказ в обработку все дела я радостно ожидаю и на следующий день звонок менеджер горит вашего товара оплаченного больше нету он продан другому я как так я же его купил я теперь жду доставку вот нет и все и они меня тем самым просто тупо акувал деле просто просто празднично на отмашек акувал деле дали понять наслаждайся жизнью дальше не будет тебе никаких буржуйских штучек акувал деле я такой думаю что делать они не говорят мы сейчас вам в течение пяти минут вернем деньги и действительно взяли вернули моментально перечисление сделали откуда пришли туда и вернули мне деньги но я думаю ну ладно раз вот так вот я огреб от этого знаменитого магазина конечно осадочек сразу сформировался думаю да ну нафиг не буду там больше затариваться хотя там и позиции очень интересный магазин привлекательный друзья потерпите сейчас объясню как в итоге я его купил смотрите приезжают домой такой расстроенный давай лазить по интернету смотрю ну в по поиску пробиваю 77 рублей 7000 есть в наличии не поверите где на вайлдерисе опять же не реклама не лоббирует там интересы че это просто свое мнение высказывать на вообще не барыжно рекламный канал я здесь ничего не продаю кстати вот как некоторые комментарии мне пишут там продавать свои отверточки я короче они магазин я не барыга которого там и знаете есть канал это же толпы смотрят я не знаю это накрутка или не накрутка у них смотрят и все-таки облизываются на их не там образцы которые они тестируют там опять же заграничные все он да у меня божда у меня макита доме интерскол да забери ты свой интерскол там куда-нибудь подальше засунь это где там нет ничего лучше там какой-нибудь деволта там миловоки там или еще что-то хвалят буржуйские короче плюшки интерскол забили нафиг хоть он и российско-китайский но все равно российское имя б сразу в осадок убили все им нравится ну то есть вот он патриотизм да все борются с этой нато и зловеще а любят плюшки американские японские там недружественных стран и вот на в адресе пожалуйста за 7 рублей я такой думаю что за продавец-то давай его пробивать смотрю официальный дилер короче вот этой фирмы вот этой корпорации думаю ладно все оплачу оплатил 7 рублей в течение трех дней мне спокойно тихо без шума без пыли привезли и вы не поверите откуда из казахстана из казахстана это санкционка это уже идет у нас серые обходные пути к нам то что у нас было всегда у нас и раз мы шли к развитию пополнялись товарные запасы теперь вот этого вот всего никто ничего не может себе позволить только через какую-то контрабанду там и ну или там условно серый импорт и если есть такое в наличии где-то в россии ушли коммерс и они уже барыжет вот этим вот аккумулятором 20000 они видел цена 20000 но это нереально он не стоит столько а в заграничных магазинах короче все меньше и меньше остается возможности приобретать вот такие вот вещи дополнения так что имейте ввиду и плюс вы скажете наверное да а зачем тебе bosch есть аналоги согласен есть аналоги там я видел от робитон но он на 3 ампер часа 12 вольтовый еще какой-то новым китайский тоже значит на 4 ампер часа 12 вольтовый и по отзывам почитал очень внимательно что на алиэкспресс что там на других форумах на разных в интернете вот аналоги которые не bosch вот здесь кстати краской написано bosch аналоги не всегда почему-то срабатывают ровно в 12 вольтовой линейки то есть некоторые жалуются что через три-четыре раза нужно запустить нажатием кнопки шуруповерт то есть не сразу он работает при вставленном аналоге а как-то он не охотно то есть не подружился короче не со всеми дружит 12 вольтовая линейка не со всеми аналогами дружит так что имейте ввиду так это я нахваливал сейчас сейчас несколько критических моментов вот я уже говорил про в пуклы плюс здесь смотрите который шел в комплекте у него не глянцевая пластмасса abs пластик здесь прочный вот глянец только ну чуть-чуть здесь но это не глянец этот тут вот такая наклейка пленка это глянется а вот здесь вот уже вот это вот все не глянцевая а здесь он полностью как бы такой больше глянцевый чем вот эти стандартные и знаете вот есть такой момент он тяжелый и развесовка инструмента теперь немного другая сейчас покажу он утяжеляет вот шуруповерт его можно стоя ставить конечно же да но он может в процессе работы допустим где-то с полки там с какой-нибудь площадке строительной клюнуть естественно он улетит вот так вот кувыркнется и грохнется аккумулятором допустим он бетонный пол голый да во первых поцарапается раз сразу говоря здесь видимо они хотели предусмотреть резиновую вставку который здесь сейчас не хватает крайне не хватает и бампер такой резиновый до отсутствует прорезиненности нету есть вероятность что при падении сможет разбиться но у меня в основном чистовая отделка и такие чистые работы я всегда аккуратненько отношусь к аккумулятору и появляется смысл сюда все-таки резиновый бампер какой-нибудь натянуть придумать что-нибудь такой доработку такую что если он упадет чтоб он мягенько подпадал да на что-то потому что такая дорогая вещь относительно она может разбиться плюс многие жалуются что при падении так как он утяжеленный уже до при падении вылетают вот эти клипсы ну соответственно значит надо какой-то такой чехол прямо здесь придумать чтобы он отсюда аж прямо одевался и при падении не падает ну не ломались эти клипсы опять таки но я думаю у меня ничего падать не будете ломаться ничего не будет вот такая вот понитель с этим вот аккумулятором а и забыл еще вот что смотрите самое главное вот здесь книжка она на русском языке также тут разные языки то есть фирменная книжка тут номерной каталожные все еды идентификатор все это есть так что не сомневайтесь это нормальный вариант тут все гарантия то есть и в книжке сказано что перед применением при первом его надо зарядить заряжается он спокойно в стандартную стандартное зарядное устройство сейчас покажу вот она зарядная да ну у всех она разная как бы ну под это дело ну вот этот вот сам блок но сама посадка у всех одинаковая ну вот он так вот вот так вот раз все заряжается если моргает красная он все уже умер если красная моргает постоянно это он перегрет и если моргнул один раз и стала зеленая моргать а потом остановилась это он перешел из этого режима из красного в зеленый моргающий вот и постоянно обозначает что он зарядился постоянно свечение зеленого цвета вот такая вот тема кто с пониманием таких моментов и вещей друзья ставьте лайки подписывайтесь буду очень рад проявляйте активность на канале так еще вот добавлю когда пришел он в коробочке здесь была такая пленочка наклеечка прямо так вот красиво все но я уже его предварительно зарядил заряжается кстати быстро так что друзья вот такой видеоролик всем пока и